Съемочная группа с утра до вечера в одном из столичных и весьма популярных заведений. На стенах шесть репродукций грузинского художника Нико Перасмани. Это место встречи наша героиня Татьяна Бабери выбрала не случайно. Роспись этих стен – ее работа. Пожалуй, это самый масштабный творческий проект Татьяны. Вне работы она с удовольствием пишет минималистичные пейзажи. С особым теплом относятся к портретной живописи. Поэтому этот проект – полный выход из зоны комфорта. Писать репродукции знаменитого художника на заказ, да еще и в качестве главного украшения общественного заведения – это огромная ответственность. Новые ощущения случились и в процессе росписи. Впервые Таня рисовала на высоте. Это как работу нужно рисовать практически под потолком. На территории лестницы нам устанавливали леса, на которые мы взбирались и рисовали. И поначалу было очень страшно. Но со временем мы уже привыкли к этой высоте, и мы просто бегали по этим лесам, прыгали с них. В общем, это интересный опыт, потому что на лесах я не рисовала никогда. А вот и сам грузинский художник. Автопортрет Нико Перасмани украшает одну из стен зала. Мастер наивного искусства учился живописи у странствующих художников, которые расписывали вывески торговых лавок. Да и сам Перасмани практически до конца своей жизни занимался оформлением декоративных панно. Но именно кутежи или сюжеты традиционных застолий занимают особое место в творчестве грузинского художника. Мне очень понравилось, что у него такие живые, обычные, самобытные работы, которые все равно цепляют чем-то. Ты понимаешь, что ничего сверхъестественного в этой живописи нет. Но из-за того, что Нико Перасмани передает на своих холстах его быт грузинский, то, как люди живут, это очень привлекает людей. Подлинники хранятся в Тбилиси, в Государственном музее искусств Грузии. Они написаны маслом на черной клеенке, стянутой со стола. Оттенок клеенки экономил время и краски. Фрагменты, на которых черный оттенок был необходим, художник просто оставлял незакрашенными. Возможно, именно этот прием и прославил его работы. Каждый художник хочет быть замеченным. И я надеюсь, что эти картины не просто как фон, а люди все-таки будут стоять, рассматривать каждые детальки. И, возможно, они заинтересуются, кто же нарисовал эти картины, кто такой Нико Перасмани. И таким способом люди нашего Приднестровья будут приобщаться к искусству. Краски на стенах давно высохли, но творчество Нико Перасмани Татьяну не отпускает. Сейчас художница расписывает еще одну стену. Всех секретов не раскрывает, но точно известно, эта стена продолжит серию репродукций Нико Перасмани. Субтитры создавал DimaTorzok